Рассказ Михаила Зощенко «Самое главное» читает Павел Беседин. Жил на свете мальчик Андрюша Рыженький. Это был трусливый мальчик. Он всего боялся. Он боялся собак, коров, гусей, мышей, пауков и даже петухов. Но наибольше всего он боялся чужих мальчишек. И мама этого мальчика очень и очень грустила, что у нее такой трусливый сынок. В одно прекрасное утро мама этого мальчика сказала ему «Ах, как плохо, что ты всего боишься. Только храбрые люди хорошо живут на свете. Только они побеждают врагов, тушат пожары и отважно летают на самолетах. И за это все любят храбрых людей. И все их уважают. Дарят им подарки и дают ордена и медали. А трусливых никто не любит. Над ними смеются и потешаются. И от этого у них жизнь бывает плохая, скучная и неинтересная». Мальчик Андрюша так ответил своей маме. «С этих пор, мама, я решил быть храбрым человеком». И с этими словами Андрюша пошел во двор погулять. А во дворе мальчишки играли в футбол. Мальчишки эти обыкновенно задевали Андрюшу. И он их боялся как огня. И всегда от них убегал. Но сегодня он не убежал. Он крикнул им. «Эй вы, мальчишки, сегодня я не боюсь вас». Мальчишки удивились, что Андрюша так смело им крикнул. И даже сами немножко испугались. И даже один из них, Санька Палочкин, сказал. «Сегодня Андрюшка Рыженький что-то задумал против нас. Давайте лучше уйдем. А то нас, пожалуй, достанется от него нам. Попадет». Но мальчики не ушли. Один дернул Андрюшу за нос. Другой сбил ему кепку с головы. И третий мальчик ткнул Андрюшу кулаком. Короче говоря, они немножко побили Андрюшу. И тот с ревом вернулся домой. И дома, утирая слезы, Андрюша сказал маме. «Мама, я сегодня был храбрый. Но из этого ничего хорошего не получилось». Мама сказала. «Глупый мальчик. Недостаточно быть только храбрым. Надо быть еще сильным. Одной храбростью ничего сделать нельзя». И тогда Андрюша незаметно от мамы взял бабушкину палку и с этой палкой пошел во двор. Подумал. «Вот теперь я буду сильный. Теперь я разгоню мальчишек в разные стороны, если они на меня нападут». Андрюша вышел с палкой на двор. А на дворе мальчишек уже не было. Там гуляла черная собака, которой Андрюша всегда боялся. Очень боялся ее. Размахивая палкой, Андрюша сказал этой собаке. «Попробуй только залай на меня. Получишь по заслугам. Узнаешь, что такое палка, когда она прогуляется по твоей голове-то». Собака начала лаять и бросаться на Андрюшу. Размахивая палкой, Андрюша раза два ударил собаку по голове. Но та забежала сзади и немного порвала Андрюшины штаны. И Андрюша с ревом побежал домой. А дома, утирая слезы, он сказал своей маме. «Мама, как же это так? Я сегодня был сильный и храбрый». Но из этого ничего хорошего не получилось. Собака разорвала мои штаны и чуть не укусила меня. Мама сказала. «Ах, ты глупый, мальчишка, глупый. Недостаточно быть храбрым и сильным. Надо еще уметь смекалку иметь. Надо думать и соображать. А ты поступил очень глупо. Ты размахивал палкой и этим рассердил собаку. Вот за это она и порвала твои штаны. Ты сам виноват». Андрюша сказал своей маме. «С этих пор я буду всякий раз думать, когда что-нибудь случится». И вот Андрюша Рыженький в третий раз вышел погулять. Но во дворе уже не было собаки. И мальчишек тоже не было. Тогда Андрюша Рыженький вышел на улицу, чтобы посмотреть, где мальчишки. А мальчишки купались в реке. И Андрюша стал смотреть, как они купаются. И в этот момент один мальчишка, Санька Палочкин, захлебнулся в воде и стал кричать. «Ой, спасите, тону!» А мальчишки испугались, что он тонет. И побежали звать взрослых, чтобы те спасли Саньку. Андрюша Рыженький крикнул Саньке. «Погоди тонуть! Я тебя сейчас спасу!» Андрюша хотел броситься в воду, но потом подумал. «Ой, я плохо плаваю. И у меня не хватит силы спасти Саньку. Я поступлю умней. Я сяду в лодку и на лодке подплыву к Саньке». А у самого берега стояла рыбацкая лодка. Андрюша оттолкнул эту лодку от берега и сам скачил в нее. А в лодке лежали весла. Андрюша стал бить этими веслами по воде. Но у него ничего не вышло. Он не умел грести. И течение отнесло рыбацкую лодку на середину реки. И Андрюша от страха стал кричать. А в этот момент по реке плыла другая лодка. И в этой лодке сидели люди. Эти люди спасли Саню Палочкина. И, кроме того, эти люди догнали рыбацкую лодку, взяли ее на буксир и доставили к берегу. Андрюша пошел домой и дома, утирая слезы, сказал своей маме. «Мама, я сегодня был храбрый. Я хотел спасти мальчика. Я сегодня был умный, потому что не бросился в воду, а поплыл в лодке. Я сегодня был сильный, потому что оттолкнул тяжелую лодку от берега и тяжелыми веслами колотил по воде. Но у меня ничего не вышло». Мама сказала, глупый мальчик, я забыла тебе сказать самое главное. Недостаточно быть храбрым, умным и сильным. Это слишком мало. Надо еще иметь знания. Надо уметь грести, уметь плавать, ездить верхом на лошади, летать на самолете. Надо многое знать. Надо знать арифметику и алгебру, химию, геометрию. А для того, чтобы это все знать, надо учиться. Кто учится, тот бывает умным. А кто умный, тот должен быть храбрым. А храбрых и умных все любят, потому что они побеждают врагов, тушат пожары, спасают людей и летают на самолетах. Андрюша сказал, с этих пор я буду всему учиться. И мама сказала, вот и хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!